Здравствуйте, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня мы находимся на нашем объекте под названием «Квартира с пятью ванными комнатами в Гранд Фамилия». Мы в очередной раз пришли на этот объект, и на сегодняшний день я покажу вам те изменения, которые произошли здесь. В прошлый раз я показывала, что уже была сделана подсветка вот такая, она очень красиво оттеняет обои. Я вам говорила, что на самом деле по вот этой спальне, главной спальне было много вариантов решений. Последняя согласованная картинка была в темном цвете с очень дорогими итальянскими панелями, и впоследствии мы решили оставить концепцию, цветовую гамму, темную такую цветовую гамму, и заменить это на обои. Мы нашли очень красивые обои в стиле ар-деко, вот они так поблескивают, и вот недавно в своем туре в Париже я посещала этого производителя, это немецкий производитель, очень известный, с широким ассортиментом. Я там много на видео вам расскажу в своем парижском туре. Вот, и вот мы, значит, наклеили такие обои. Концепция сохранилась, но клиентка пришла, и вот увидев все это, всю эту красоту, вдруг решила, что она хочет все-таки спальню светлую. И вот на этом видео я вам могу показать, как было предложено, да, вот в темном цвете, и впоследствии уже в окончательном варианте вы увидите, что спальня станет светлой. В нашем варианте, первоначально согласованном с клиентами, предполагалось, что вот эти две стены максимально темные и светлые шторы в стиле ар-деко. Вот другой вариант, вы увидите, он будет весь нюансный, в светлых тонах, тоже очень красивый, но другой. Поэтому не удивляйтесь, когда увидите картинку главной спальни в другом исполнении. Так вот, я показала, это вот такая декоративная подсветка, которая вот выявляет вот этот рельеф в стиле ар-деко. На самом деле на потолке у нас тоже гипсовая розетка в стиле ар-деко. И есть прикроватные такие светильнички, да, вот они такие гнутся. Сейчас очень многие клиенты хотят такие светильнички заказывать в спальню, чтобы лежа на кровати можно было читать и регулировать нужным образом этот светильник. И волшебство, тут есть небольшое, заключается в том, что, в принципе, вот это сенсорный светильник, видите, я притронулась слегка к самому плафону и зажегся свет. Видите, он тоже красиво все как бы освещает. И точно так же я могу нажать, уменьшить силу света и выключить. То есть вот таким образом на сегодняшний день производители предлагают различные варианты, например, осветительного оборудования. Мы находимся в главной ванной комнате. На предыдущем видео я вам подробно рассказывала и показывала, как происходит укладка натурального мрамора, как вот укладывали вот эту мозаику. Сейчас уже все пленки сняты, затирка сделана, все отмыто чисто и аккуратно. Теперь вы видите результат. И уже полностью выложен пол. Установили ванну. И, как вы видите, вот наша любимая фишка – это ниша для ног. То есть действительно удобно вот так подходить и пользоваться. И уже установлен светитель. Смеситель, вот, значит, душевая лейка, унитаз, то есть сантехника установлена. Но сейчас еще будут продолжаться работы в этой части над мебелью, которую тоже позже встроят. Будет установлено зеркало, оно вклеивается в заподлицо со стеной мраморной. И здесь будет выполнена штукатурка. Сейчас я расскажу про душевую зону. В главной ванной комнате уже тоже близится к окончанию работы по созданию и формированию душевой зоны. Вот здесь установлена одна часть стеклянной перегородки, шторки. Эта шторка будет раздвижная. То есть вот эта стационарная часть, а вот в этой части будет двигающаяся шторка. Поскольку вот это полотно всегда стационарное, и проем мы закрываем с помощью уже изменения размеров раздвижной шторки, то здесь вот достаточно такой узкий проход. Но даже я, имея крупные габариты, сюда спокойно прохожу. Вот впоследствии она будет раздвигаться. В этой части я уже так подробно показывала, как что сделано. Но вот уже установили смеситель. Это душевая лейка. Вот это надо все как бы просчитывать. Верхний душ, да. И есть вот такой еще совершенно замечательный душ. Ручная лейка. Это если мы не хотим голову мочить. Значит, первоначально по проекту у меня она была установлена в этой части. И, соответственно, крепеж. Вот он рядом со смесителем на этой стеночке. И вот вы видите, вот такой вот хомуток висит. Впоследствии клиентка решила, что будет ей намного удобнее, если душевая лейка будет находиться вот в этой нишке, которую мы первоначально проектировали для стеклянных полочек. Вот. И, соответственно, когда мы сюда перевесили, вот получился такой вот, висит шланг. Потому что крепится вот здесь водорозетка. Отсюда вода идет. Клиентка сказала, что это ее не беспокоит. Для нее важно, чтобы удобнее была такая, так установлена душевая лейка. Почему-то она, в принципе, на чертежах, может быть, недопоняла или потом передумала. Вот решила, что здесь так душ, и вот эта лейка таким образом расположена. Потому что, если ее на штанге крепить, можно же тоже мыться таким образом. И чтобы вот эта вода не лилась на стекло. Вот такое как бы решение. Здесь, естественно, есть бортик уже доделан все. И вот, что касается, вы очень часто мне задаете вопросы по поводу того, ну, какие материалы используют. Ну, в принципе, я озвучила. Например, андуральный мрамор, стеклянная американская мозаика. Или вот, например, покраска стен или декоративной штукатурки. Вы спрашиваете меня, какой артикул? Ну, поверьте, во-первых, не запомнить. Во-вторых, выбираю я по такой раскалировке вееру. И на объект приносится несколько образцов, которые, предполагаю, наилучшим образом подойдут в тот или иной проект. И в данном случае, вот, например, мы выбирали вариант очень темной декоративной штукатурки с определенной фактурой. Достаточно шершавая. С более гладкой фактурой. И вот такой, например, светлый цвет, да, с желтоватым чуть-чуть оттенком. Здесь еще, как бы, варианты фактур и цветовых, как бы, таких решений, да. Вот практически очень все похожи. Вот. Вот здесь, например, похожи по цвету, но разные по фактуре. То есть вот это все выбирается. В итоге из всех вот этих раз, два, три, четыре, пять, шесть, из шести образцов, каждый из которых имеет артикул и определенную фактуру, мы выбрали один. Вот этот вот. Он наилучшим образом будет вписываться в интерьер этой ванной комнаты. То есть у нас получается, что мрамор натуральный в сероватой гамме, а очень хорошо выделять его будет декоративная штукатурка в таком, ну, молочно-сливочном, я не знаю, пудровом оттенке. Да, то есть тут такие, настолько они нюансные, с поставщиком и с конкретным поставщиком конкретной краски и конкретной, там, ну, декоративной штукатурки артикул там записывается. У них внутренний артикул, и поэтому, если там даже запомнить этот артикул и там обратиться в другую компанию, то, скорее всего, может не подойти цвет. Поэтому вот это входит в работу в рамках авторского надзора подбора цвета. Соответственно, для каждого клиента, для каждого индивидуального случая мы подбираем необходимые материалы. Тем более цвет, краска, она в зависимости от освещения меняется. То есть галогеновые светильники у нас, светодиодные, светодиодные бывают там трех вариантов, ну, как бы, теплоты. Холодный, теплый и нейтральный. Ну, в общем, все это влияет на цвет. Поэтому, просто вот, вам понравилось, например, в этом интерьере, какая краска, в ваш интерьер, может быть, она не впишется. Поэтому не стоит заострять внимание на артикулах, а надо все-таки подбирать конкретно свой интерьер. Мы находимся в ванной комнате хозяйки. Как я уже говорила, здесь пять ванных комнат. Значит, главная ванная – это мужа, ванная хозяйки, детей и прочее. И это одно, наверное, из самых таких нарядных помещений получилось. Потому что здесь отделка полностью в натуральном камне. Это белые мраморные плиты и вот такой достаточно дорогой красный мрамор. Уже на сегодняшний день установлен унитаз японский, вот с такой вот системой слива белого цвета, золотыми ободками. Потому что здесь используется такая фурнитура. Когда вы посмотрите душевую зону, там вы увидите, уже установлен такого золотого цвета полотеносушитель. Очень стильный. И смеситель душевой лейкой в цвете шампанского. Это такое не бронза, не золото, не хром, а такой золотой, очень элегантный цвет. На самом деле, накануне я была в Париже. И на Fashion Street как раз вот новой модели сумок, в частности Christian Dior, вот в такой фурнитуре цвета шампанского. Это, видимо, новый цвет уже стали производить. И все, что в фэйшн-индустрии модно, то же самое модно и в интерьерах. Здесь уже установлено зеркало. Я его на предыдущем видео показывала в другой ванной комнате. Это такой очень серьезный производитель, новая модель. У меня в предыдущих проектах тоже этого производителя установлены зеркала. Но здесь это уже новая модель, которая с сенсорным управлением. И вот здесь можно делать от теплого света до холодного. Соответственно, яркость меняется. Ну и вот таким образом зеркало регулируется. То есть можно удобно установить, как нам хочется. И там мужчина может бриться, женщина может по-другому, допустим, установить. Там, чтобы тоже какие-то свои процедуры с макияжем производить. В этой части будет впоследствии большое зеркало. Справа-слева бра, известного итальянского производителя. И вот ниша полностью выполнена из камней, даже потолочная часть. Потолок в этой части будет белый, как у нас на визуализации. А в зоне душа он будет покрашен в бордовый цвет. Мы уже цвет подобрали. Здесь на объекте где-то лежит образец. Будет очень красиво и стильно. В настоящее время на объекте уже производится установка распашных дверей. Впоследствии будут установлены еще раздвижные. Это следующий этап. Их еще не привезли на объект. Здесь вот такие белые глянцевые двери. Хочу обратить ваше внимание на то, что дверные проемы формируются на этапе монтажа перегородок. И очень важно на этом этапе заказать двери. Но надо учитывать ряд моментов. Мы должны знать не только высоту дверного полотна и ширину дверного полотна, но еще и глубину, точнее толщину перегородок. Вот эти вот доборы. Потому что, например, когда мы устанавливаем межкомнатные двери в сами комнаты, там обычно какие-то отделочные материалы, типа обои, покраска. То есть толщина самой перегородки, она обычно 105 миллиметров. Что касается всевозможных ванных комнат, тут надо вот смотреть, как мы делаем, какой отдел. Потому что здесь всегда толще вот этот элемент, потому что к толщине самой перегородки 105 миллиметров еще прибавляется клеевой слой и отделочный материал. Например, если это мрамор, мрамор обычно там двухсантиметровый плюс клеевой слой, то есть 2,5 сантиметра надо прибавить. Или если это там керамический гранит, тоже мы смотрим толщину плитки заказанной. Это очень важно, да, там с клеевым слоем тоже утолщение. У данного производителя необходимо уже было в момент заказа указать толщину перегородок, чтобы правильно их заказать. Поэтому мы проверяли в рамках авторского назора, сверяли все толщины, уточняли у поставщика, не изменится ли толщина камня, на каким образом там клей не повлияет ли. Вот здесь вот правильно выполнены проемы, все вот установили и вот осталось установить только уже ручки. А вот что касается самого камня, на самом деле итальянцы приезжали, мы заказывали в Италии это все, приезжали, консультировали наших отделочников, вносили корректировки и делали дополнительные замеры. Тем не менее, вот при установке, вот в верхней части камень чуть-чуть не доходит до потолка, то есть все равно как бы в результате ремонта строительных работ происходят какие-то подвижки. И вот эта щель, она как бы незначительная, но я как бы ее вижу, мне она не очень, допустим, нравится. И я сделала предложение вот эту вот щель закрыть гипсовой лепниной. Мы находимся в помещении постирочной. К счастью, квартира площадью 250 метров позволяла выделить целое помещение, как в загородном доме. Зачастую в своих проектах я выделяю только ниши для стирки, которые прячутся за раздвижными дверцами. Это в квартирах небольшой площади. Здесь вот такое помещение постирочной, полностью в отделке из плитки. И здесь установлена стиральная и сушильная машина. Этот прием часто используется, когда стиральная машина стоит в нижней части и сушильная машина стоит в верхней части. Это швейцарское оборудование наивысшего кладчества. У меня дома стоит немецкое оборудование, но вот когда мой бюджет будет позволять купить такое оборудование, я обязательно его приобрету. И, в общем, как бы рада за клиентов, которые приобрели это оборудование. Вот, например, сушильная машина. Открываем дверцу, панно не светится. Когда мы закрываем, включается панно, и здесь на русском языке можно управлять разными программами. Подробности, как пользоваться этой техникой, вам расскажут менеджеры салонов. Я вот только как дизайнер нахожу место для установки этого оборудования. Здесь же стоит система водоочистки. Ну, вот это вот, например, бойлер накопительный. Для него место нужно было найти. Поскольку он достаточно большого объема, он напольный. И вот такие вот системы, для них нужно найти место. На этапе проектирования, то есть на этапе, после согласования планировки, обязательно надо с клиентом проговорить о том, будет то или иное оборудование, например, вентиляция или вот какое-то очистительное оборудование, потому что для этого требуется место. Мы не можем потом это в гостиной поставить. В этой квартире 250 метров оборудование для очистки воды, которое очищается до состава питьевой. Здесь две зоны размещения этого оборудования. В постирочной и в таком как бы шкафу в детской части помещения. Про это оборудование я уже рассказывала на предыдущих видео. Про загородный дом Лукоморье и загородный дом Красная Горка. Ссылка на эти проекты находится в описании. Мы находимся в детской комнате мальчика. В настоящее время уже покрашена стена. За этой стеной находится гардеробная и система хранения уже установленная. То есть все полки, стеллажи. Здесь первоначально по проекту было предусмотрено панно из мозаики, которое я видела в Италии. Оно очень красивое, стильное. И в многих проектах я видела у итальянцев такое использование возможно. Но клиент все-таки захотел более домашний вариант. Поэтому мы здесь сделали панно. Это обои. Они выполняются размер в размер. Нужны нам стены. Поэтому, когда уже стена была сформирована, мы делали заказ. Ну и появился вот такой футболист. Потому что мальчик увлекается футболом. За то время, пока мы делали проект, проявились какие-то его увлечения. Здесь же установлено уже бра для чтения. Они такие же сенсорные, как в спальне родителей. И вот таким образом еще регулируется направление света. При этом еще есть, естественно, выключатель. Можно не только с помощью сенсора управлять, но и с помощью клавиши. В ванной комнате девочки я вам уже показывала, как уложен натуральный мрамор на пол, отделка плиткой. А вот в этой части у нас по проекту были запланированы обои с рыбками. Вот теперь их уже наклеили. Вот такой получился симпатичный интерьер. И хочу отметить то, что я в предыдущей ванной комнате говорила про толщину перегородки для установки дверей. То есть там, например, у нас натуральный камень, и, соответственно, в ванной комнате толщина вот этой стены больше. А здесь почти везде керамогранит. И вот одна часть, где дверь устанавливается, здесь обои. Поэтому здесь стандартная толщина 105 мм. Вот поэтому у нас в каждой ванной комнате разная толщина вот этих вот доборов. В комнатах она одна, а в ванных комнатах абсолютно разная. В одной комнате мрамор одной толщины, в другой комнате мрамор другой толщины. Керамогранит разный и, например, керамическая плитка в постирочной. Поэтому вот эти вот моменты очень важно было учитывать. Мы их учли. Здесь находится у нас пульт. На предыдущем видео я показывала, что установлен совершенно замечательный унитаз японского производителя. Умный унитаз. У него есть пульт управления вот такой. Мы его уже закрепили на стену. Но он на самом деле съемный и можно вот в руке держать и управлять. Ну вот, собственно, по ванной комнате на сегодняшний день такие работы выполнены. Это детская комната девочки. В данный момент уже установили гардеробные системы, которые будут скрываться за разрешными дверцами. У нас разные варианты есть установки мебели. Можно целиком шкаф с корпусом поставить. В данном случае мы заказали систему гардеробную хранения. И впоследствии будут установлены стеклянные дверцы. Дверцы уже есть на самом деле. Просто их устанавливают чуть позже, чтобы меньше навредить. Потому что еще строительные работы идут полным ходом. За моей спиной уже вы видите наклеены обои с райскими птичками. Кстати говоря, в ближайшее время будет статья про выставку в Париже. Ссылка находится в описании. И на самом деле на видео я тоже зашла в шоурум. Как раз вот был ДКОФ, да, вот эта выставка в Париже. И я очень плотно и долго рассматривала новинки этого известного английского бренда. Вот обои, которые мы заказали. Там есть много новинок интересных. Я их подробно уже показываю в своем видео под названием «Дизайн тур в Париж». Ссылка на это видео в описании. Здесь вы видели, уже был установлен вот этот вот светильник бра, который как выходит из стены. На визуализацию он у нас белого цвета. Но впоследствии мы решили его покрасить синий цвет, потому что произошли некоторые моменты. Я хочу вам на самом деле дать совет. Я думаю, он будет вам полезен. Дело в том, что от поставщика такой информации не было, что эти светильники только красить можно. Я предполагала, что можно будет наклеить обои. Но то, что я говорила на предыдущем видео, вот эта вот сложная форма, здесь очень сложно или даже невозможно сделать аккуратно, подойти обоими. Мы решили избежать этих проблем. Лучше сделать аккуратно и наверняка. Поэтому было принято решение вот этот светильник поместить в такую рамку. Мы заказали дополнительные работы по гипсовой лепнине. Показали профиль, указали размеры, покрасили синий цвет. И в итоге теперь обои плотненько подходят к этой рамке. Очень аккуратная стыковка. И получилось, на мой взгляд, по-новому и очень интересно. Обязательно обратите внимание на этот совет, когда будете заказывать светильники вот этого итальянского производителя. Я уже показала вам шкаф в детской комнате девочки, гардеробный шкаф, который находится в учебной зоне. И как у настоящей леди, у нее, естественно, достаточно много места для хранения одежды. За моей спиной находится гардеробная комната уже, которая будет потом закрыта вот такой как бы имитацией рамы без стекла. И вот в этой части будут стоять цветочки и будет такой райский сад, я об этом уже говорила. В настоящее время уже установлена дверь. Первоначально по проекту мы планировали сделать ее скрытую, но клиентка захотела выделить вход. Вот открывается она таким образом, что не будет доходить до кровати, удобно с той стороны заходить и одеваться. И вот такие работы уже выполнены. Впоследствии здесь будут установлены зеркала во всех помещениях, повешены люстры, привезут мебель. Но это я вам покажу уже на новом видео. На сегодняшний день я, надеюсь, достаточно подробно вам рассказала о нюансах, предупредила о каких-то там подводных камнях, которые могут возникнуть на объекте, которые вы успешно сможете применить в своих проектах. Или вы наверняка будете уже уверены, что заказав у меня проект, все будет безупречно. На сегодня пока. Подписывайтесь на мой канал. Будет много нового, интересного, уверенно полезного для вас. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»